всем привет немножко сегодня поговорим о риэлторах квартирах и аренде жилья в стамбуле в турции в частности меня попросили побольше развернуты немножко рассказать что здесь происходит я сразу скажу что и не эксперт не риэлтор риэлторов номера не знаю квартиры никому не ищу но такие темы всплывают последнее время тревожное что происходит и причем трудность поиска квартиру я буду говорить про стамбул курортных зонах возможно по-другому и маленьких городах немножко другая ситуация я буду говорить про стамбул это очень полезная информация тем кто собирается ехать или интересуется ценами жильем здесь в стамбуле или в частности в турции первое что хочу сказать очень много людей понаехала сюда приобрелось в турцию на зимовку вроде бы сезон туристический закончился все должны были разъехаться все турки так и ожидали и вот свои клиентки я это слышала я своих знакомых уже слышала о том что в курортные зоны понаехал и понаехали люди иностранцы это все славяне всякие наши казахстан украина россия и беларусь у кого денежки есть снимают квартиры заезжают локдауны корона вся эта ситуация все очень скажем так вот этот тренд зимовать за границей в тепле и турции очень свободно сейчас для висы въезда пцр и вся история и принимают они прививки российские и так далее или отсутствие этих прививок просто пцр короче говоря турция стал очень удобным местом дислокации для наших чтобы перезимовать вот это к видна история мы научились зимовать в комфорте неизвестно что там где закроют и так далее кто на удаленке можете это позволить жить другой стране и турция стамбул в частности очень удобно если ты здесь можешь пойти привиться там файзером например у тебя открыт пожалуйста выезд в европу где другие страны эти прививки принимают я тебя сюда удобнее турция не закрывается перелет или авиасообщение в порядке в общем короче в этом плане к видном здесь шоколадное удобно кому-то жить и таких людей сюда по на и приехал на их некрасиво слове что так говорю иногда срывается приехала сюда довольно таки много и не стала нехватка в жилье плюс турции экономический кризис лера ищущих не упала вот и жить более выгодно цены ниже чем в россии по крайней мере на продукты на всякое такое на жкх и естественно тоже турция торгаши ушлы риэлторы поднимают цены но не только из-за курса доллара что логично в принципе я вам уже до этого видео говорила статистика за первую половину 21 года наше все жилье в турции аренда продажи подорожали практически на 50 процентов 30 40 50 процентов стамбуле 50 процентов жилья дороже стало на 50 процентов жилье аренда его аренда продажи в том числе он буду говорить основном про аренду не про покупку под на продажу так вот до смешного моя знакомая которая живет в мармарисе и и квартира подорожала больше чем в два раза вообще она когда то ее покупала там ну допустим семь лет назад там за 350 тысяч лир сейчас она стоит 800 я понимаю что ку разница валют курсы экономика и все такое но и квартира по факту реально подорожала намного и так вот про аренду жилья трудно найти квартиру они есть но риэлторы быстренько у нас тут подсуетились они просят теперь такие условия в принципе скажем туристу довольно таки трудно снять квартиру договор с туристом всегда дороже потому что там сразу же когда снимаешь эту квартиру в турции прописка идет по адресу ты можешь подавать документы там на и комет например свой ли ты покупал если у тебя есть такую короче документ купли-продажи квартиры ты купил собственность ты можешь получать вид на жительство в турции как владельца квартиры жилья пожалуйста люди а если есть бизнес а вот туристический вид на жительство сейчас чтобы без выезда жить год это другой таки трудно по аренде сейчас получить уже стали не всем давать что много людей приехало появились трудности с появлением получением вид на жительство туристического последний где-то год вот это как корона история началась очень многие по на поехали сюда и трудности с этими документами оформления там надо прожить в турции там выезжать короче надо периодически границу пересекать чтобы без пересечения жить комфортно проблематично стало туристу просто без жилья здесь без бизнеса какого-то без работы это себе сделать потруднее отказов много получают так вот риэлторы в квартир то есть снять но цены ого-го в два раза в два с половиной раза в стамбуле многое жилье подорожало буквально она у меня в районе виллу безумненность тут моря нет виллу можно было снять три года назад три года цена была там районе трех тысяч лир сейчас это уже около десяти представляете почти в три раза цена там дороже поднялась цена аренда жилья для иностранцев условия решили риэлторы на них нет особо каких-то рисков раньше тоже нормально сдавали иностранцам квартиры но теперь просят за полгода вперед сразу денежку отчислим или за год вообще вперед плюс еще вот этот базовый месяц последний надо оплачивать как гарантия да там что ты стены будешь красить там не знаю разобьешь что-то в квартире какой-то урон будет ну залоговый эта сумма если ты ничего не напортачил деньги возвращаются за один месяц залоговой короче сумму сразу отстегнуть от слюня ведь надо очень большую и люди которые переживают в стрессе затраты на машину на грузчиков тоже не дешевое кстати удовольствием это где-то вот даже переезд это большая часть как снять квартиру половина этой стоимости это не дешевое удовольствие хоть и агентств от этих по переезду очень много но все равно и вот этот либо переезд внутри страны либо просто приезжает это короче это все плюс 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 денежка большую сумму выходит и снять квартиру очень многим стало трудно потому что надо накопить денег чтоб куда-то переехать двинуться вообще с места и на местах кто снимает квартиры арендодатели они поднимают естественно цены за доллара господи за всего вообще в принципе в общем и буквально вот про что процент ориентировались в районе бахча шахер в доме нормальном не старым дома где-то лет шесть наверное не старые какой-то фонд квартира три плюс один это по-русски четырехкомнатная то есть один зал три комнаты спальня на небольшая планировка небольшая это огромный дом такой кухня один балкон два санузла кухня она полу такая изолированная как полустудия американском стиле сделано вот так и не знаю честно сколько квадратов наверно 100 120 квадратов такая квартира 120 наверное так вот такая квартира сейчас в вахча шахире месяц раньше она стоила 3700 то у меня соседка за столько поснимала сейчас ей подняли аренду 5000 лир за один раз просто на больше чем на 10 тысяч рублей подняли ну прикиньте да вот зарплаты это как раз у тебя минус еще 10 тысяч рублей такая сумма плюс еще отдельно ты платишь айдат это обслуживание кому бахче сада короче вот эти все услуги мусор потом отдельно электричество отдельно тепло газ если нужно и вода отдельно коммуналка отдельно все идет плюсом еще это еще где-то какая-то там сумма смотря какой квартира в принципе не теплая на практически отопление мы не пользуются так вот вот такие суммы на 1000 лир сразу подняли аренду квартиры она начала искать что-то и она вообще обалдела выбор есть но цены просто конские так что если ты там знаете сейчас очень много людей отказались от идеи переезжать отказались от идеи они терпят либо там где есть потому что сама сумму вот собрать на переезд еще квартиру не дачу за полгода вперед заплатить вы прикиньте то есть если это 100 тысяч рублей ты в месяц платишь за съем а те надо за 6 месяц 600 надо сразу заплатили миллион рублей можно будет вперед оплачивай живи спокойно пожалуйста контракту я в шоке мы сначала думали что еще у нас там были здесь разбаловали риэлторов арабы которые я вам говорил тоже видео приехали сюда пока тепло было ночи обратно уехали на не на лето приезжали многие остались есть которые кто остались семьями дети школу пошли в турецкие частные школы всякие разные так вот они платежеспособны это я говорил вам раньше богатые арабы которые приезжают них есть чем платить и они вот так риэлторов у нас конечно же разбаловали они слегка отслюнявливают на полгода вперед вот и спокойно живут припеваючи радуются жизнью жилье несомненно подорожала в центре стамбула вам такие в дорогих районах там уже давно цены не в лирах указываются а в долларах когда квартира продается потому что курс кач чтобы не терять денежку всегда сумма в долларах в районах подальше центра там сумма обычно в лирах указывается ну к чему я веду что вот разброс цен квартира такая что 20 квадратов пожалуйста она по сути на окраине города это не центр еще выехать надо из бахти шахира это сейчас в россии аренда такой квартиры в районе там 50 тысяч рублей для москвы это дешево я знаю но для провинции для других городов это не дешево и для турции это не дешево я просто в москве в принципе если сравнивать по москве питер я знаю что цена конечно гораздо выше я говорю здесь сейчас про турцию и про зарплату и про уровень там питания и всего прочего коммуналки всех этих историй так что тем кто собирается здесь переезжать в ближайшее время честно ребят готовьте к сразу от слюня ведь за полгода за год сумму такую надо собрать всегда обращайте внимание при выборе квартиры на инфраструктуру вокруг ваши интересы что вокруг есть в инфраструктура должна отвечать вашим интересам особенно в стамбуле надо жить рядом с работой если она у вас есть либо рядом с вашими хотелками что вам нужно это либо там развязка транспортная либо метро либо там не нужно море чтобы оно было и так далее сразу об этом думаете потом переезжать будет дорого сам процесс переезда оплачивать довольно таки в копеечку встает не на ездишься туда-сюда да плюс еще каждый раз вещи собирать свои разбирать тоже определенная проблема и трудность в общем пишите в комментариях что вы думаете по этому поводу будет интересно почитать спасибо за внимание всем пока